Проблемы точечных застройок и обманутых дольщиков. Первым с отчетом выступил министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов. Он рассказал, что проблемы обманутых дольщиков постараются решить уже в 2020 году. Водятся в эксплуатацию дома, которые не закончил застройщик. Большую часть из них достроят за счет фонда обманутых дольщиков, который появился в Рязани не так давно. Большая часть фонда, 85%, финансируется за счет федерального бюджета. Ответил министр и на вопрос по точечной застройке города. То, что точная застройка, да, она присутствовала во все годы. Сейчас мы работаем совместно с архитектурой Рязанской области, чтобы больше в дальнейшем не допускать точных застройок. Потому как точные застройки, как вы говорите, они всегда приводят к неудобству. Не хватает и парковочных мест, не хватает вообще тротуаров и озеленения. На это особое внимание нас вообще наставляет и губернатор Рязанской области Николай Ильич Любимов. С этого, в принципе, началось и как бы, ну, наверное, с 17-го года вопрос, он вообще остро поднимается. Задавали вопросы и про газификацию районов, и про расширение дороги у Барса на улице Есенина за счет зеленых зон. По этим темам министры попросили людей записаться к ним на личный прием, чтобы лучше изучить ситуацию. Прозвучали и видео вопросы. Вячеслава Меньшова спросили о строительстве нового детского сада в микрорайоне ДПР-7. Он ответил, что в 2020 году начнется строительство такого на 220 мест. Следующим был доклад министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадима Решетника. В своем отчете он рассказал о планах к 2024 году удвоить долю дорог в нормативном состоянии и в 4 раза сократить смертность в ДТП. Также он добавил, что только одна треть всех дорог сейчас находится в надлежащем состоянии. Первый же вопрос прозвучал об одной из насущных проблем города – маршрутных такси. На вопрос ответил заместитель председателя правительства. Однозначно мы приняли решение о том, что будем менять подвижной состав в сторону увеличения вместимости автобусов. Это будут автобусы большой вместимости и средней, в зависимости от маршрутов. Большая работа на сегодняшний день проделывается касательно соблюдения перевозчиков тех графиков, по которым они должны работать. И поверьте мне, по ряду предпринимателей уже выписываются предписания. Чиновники отметили, что в настоящий момент разрабатывается план о развитии МУП ОРТ. Евгений Белинецкий рассказал о предстоящих экспериментах на рязанских дорогах, выделении отдельных полос для общественного транспорта и появлении нового пешеходного перехода, который будет подсвечен сверху, но пока это только в стадии тестирования. После свой доклад представил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов. Он рассказал, как попасть в программу по благоустройству дворов. Надо собственникам участка разработать дизайн-проект и подать заявку в администрацию города. А также ответил на самый часто задаваемый вопрос, как провести в своем доме капитальный ремонт раньше установленного срока. Собственники в случае необходимости проведения капитального ремонта, в более ранние сроки, чем предусмотрена программа, и они собирают общее собрание собственников и принимают решение о том, что они готовы за свой счет выполнить эти работы, осмечивают, определяют стоимость. Да, это действительно так. Определяют стоимость, проводят этот капитальный ремонт и с соответствующими документами о понесенных затратах обращаются в фонд капитального ремонта. Еще раз подчеркиваю, переноса срока капитального ремонта в программе не происходит. Вы просто это делаете за свой счет, но не повторно платите за капитальный ремонт, а вы освобождаетесь на сумму понесенных затрат от уплаты взносов на капитальный ремонт. Региональный оператор «Экопронск» должен заработать к ноябрю, и в квитанциях появится новая строчка. При этом уменьшится плата за содержание жилья. Люди выразили опасение, что сумма в этой строке не изменится. Чиновники ответили, что за этим будет следить жилищная инспекция, и жалобы нужно будет направлять туда. Также они не исключили возможности появления накладок при запуске новой системы. Последним выступил главный архитектор Дмитрий Васильченко. Он рассказал о пользе форума «Древних городов», ведь это обмен опытом. А также ответил на вопрос о комплексном благоустройстве. Мы сейчас заявили всем муниципальным образованием в области, потому что как-то, знаете, в целом в стране почему-то принято, но надо благоустраивать областной центр. А в районах что, они люди, что ли, живут, муниципальных? Люди. Им тоже хочется благоустроенную среду иметь. Они имеют на это право. Поэтому мы уже концепции делаем по районам. Дмитрий Васильченко признал нехватку парков и спортивных зон в Рязани. Ему задали вопрос о строительстве ледового дворца в горрочи, и он пообещал изучить эту ситуацию. Публичный отчет правительства проходит уже в третий раз. Хоть на беседу с каждым из чиновников отводилось по 15 минут, сам честный четверг продлился 3,5 часа. Все, кто не успел задать вопрос, могли записаться на прием к чиновникам. Согласно информации в СМИ, следующий отчет пройдет 17 октября. Министров, которые примут участие, назовут позже. Валерий Седов и Игорь Глотов. Телекомпания. Город.